добрый вечер друзья у нас восемь часов вечера я еду домой и перед выходом пошел посмотрел что сегодня там творилось в вашингтоне потому что завтра у нас истекает срок когда нужно принять бюджет его три раза переносили то есть принятие бюджета с сентября три раза переносили и сегодня палата представителей приняла значит отсрочку бюджета на 4 недели но дело в том что это еще в сенате должно пройти а в палате представителей у республиканцев достаточно голосов чтобы принимать все что хочешь но в данном случае не все что хочешь но в данном случае принимать без демократов и проблема в том что для республиканцев проблема в том что в сенате значит без демократов они не смогут то есть им нужно чтобы те те тоже поддержали и многие демократы уже там два десятка из сколько их там 49 уже два десятка говорят что они не будут это все поддерживать потому что четвертый раз нет никакого смысла ничего отсрочивать все что надо знать мы уже знаем сегодня через четыре недели не произойдет ничего такого чего мы не знали бы сегодня поэтому надо решить вопрос с этими даковцами да то есть дримерами как еще называют с молодежью которую надо бы на ногу относительно легализовал президент обама своим указом защитила депортации относительно легализовал то есть не было пути грин карте и гражданство но сейчас они значит надо их легализовать полностью и стране 90 процентов населения 90 процентов поддерживают легализацию их вне всякой связи там со строительством заборов или там еще чего-то то есть как бы просто абсолютный такой подавляющий такой национальный консенсус но видеть как получается не не удается законодателям работать на уровне удовлетворения национального консенсуса да значит идет какая-то торговля и вот но торговля зашла в тупик и они к давайте мы еще на месяц почему они хотят еще на месяц понятно потому что но никто не хочет чтобы правительство осталось без бюджета да без да надо сказать что то что сейчас происходит с бюджетом это не то чтобы вот дают денег как-то вот а просто продлевают тот бюджет который был в прошлом году его просто продлевают в этих же в этих же размерах все происходит то есть на самом деле потребность существует сом чтобы увеличить расходы в частности там на оборону еще на многие вещи но вот тем не менее пока вот эти продления они на самом деле немножко как бы против против там скажем той же армии которой нужны деньги потому что они держат это все на уровне прежнего прошлого года а надо бы добавить и так далее никому от этих продлений не лучше реально но для того чтобы скрасить пилюлю так сказать для демократов сделать для них привлекательным голосование за продление еще на 4 недели значит бюджета республиканцы включили в этот законопроект таким паровозиком вообще законодатели используют такое слово амнибус да то есть вот ну как такой автобус так вот но я называю паровозик прицепили до кучи значит прицепили до кучи очень симпатичную для демократов вещицу это продление еще на шесть лет программы медицинского обслуживания для детей больны для больных детей там по моему там и из бедных семей там и тогда и такая специальная страховка и ну как бы срок истекал и говорили что нефига ее продлевать республиканцы что нефига продлевать ну типа денег жалко вот и демократы когда говорили вот обсуждали бюджет они говорили ну хорошо мы не только хотим вот легализовать вот этих вот ребят даковцев а мы еще хотим продлить продлить действуют этой страховки там и так далее и так далее то есть на этом столе то что у нас называется негашей тин тейбл там где они вот стол за которым они торгуют у демократов тоже было требование вот вот это а а республиканцы говорили а вы нам тогда что-нибудь еще поэтому они говорят сейчас вы нам еще месяц дадите отсрочки мы за это время попытаемся что-то может быть придумать потому что в них основные противоречия сейчас внутри самой республиканской партии то есть с демократами у них не такие сильные противоречия а противоречия в том что они сами друг с другом договориться опять не могут и вот мы попробуем что-то сделать а вам если вы нам как бы дадите мы вам вот предлагаем включить в этот же законопроект продление на 6 лет страховки для там бедных детей и так чтобы уже им сложно было голосовать против продления бюджета я бы так сказал то есть они так подкрасили что на самом деле я думаю что если можно сделать хорошее дело такой в общем-то не невеликой ценой как дать им еще там четыре недели конечно ничего как бы и страшного нет но неприятно то что молодежь вот это вот который отменили защиту от депортации там срок был поставлен 5 марта хотя 10 тысяч человек уже потеряли разрешение на работу там статус и так далее но из 800 тысяч пока что значит но 5 марта это должно начаться то есть они будут терять свой статус другое дело что решением федерального суди в сан-франциско значит временно временно приостановлено вот это решение то есть им пока будут продлевать но это может в любую секунду отозваться ну то есть понятно да то есть это как бы это недолго срочная и непонятно какой продолжительности решения поэтому нервничать вот эти вот молодежь это нервничает демократы тоже нервничают потому что это как бы детище такое и опять ну 90 процентов населения страны поддерживает понимаете то есть там крикуны всякие там ходят и машут руками что обама там типа нарушил свои полномочия когда принимал этот свой указ но они не говорят при этом что они саботировали полностью в конгрессе он же хотел провести через конгресс они просто саботировали все то есть как бы все что от обама идет она сразу подвергалась отрицанию партия party of no да то есть все что я отвечали было нет они не вступали там разговоры и так далее то есть они фактически вынудили его это сделать а он в общем то да мы видим сегодня что он шел и делал это в интересах нации которые на 90 процентов поддерживать но вот представьте себе поэтому что тут сказать ситуация сложная и я думаю что наверное наверное так мне кажется должны были бы завтра демократы в общем то набрать достаточно большинство в палате в сенате это 60 голосов надо то есть республиканцы вместе с демократами набрали бы 60 голосов я думаю что это произойдет если это не произойдет уже республиканское начальство подготовила значит все что нужно для того чтобы в субботу и воскресенье тоже голосовать они там угрозы всякие тоже они так знаете давление такое оказывают виде угроз особенно давят на тех демократов которые избирались штатах где большинство голосовало за трампа там и так далее то есть собственный демократ тоже самое делают но как будто дает такое давление запугивание тем кому переизбираться в этом году и вот вот в этих вот условиях все это происходит можно сказать ну и чего нам с этого дела почему мы об этом говорим мы об этом говорим потому что мы все время возвращаемся к теме лотереи ее отмене и или не отмене или частичные отмене потому что сейчас уже все три варианта есть отмена полная значит или просто забыть про лотерею тоже тоже такой как бы вариант возможен теоретически практически сложно себе представить но но теоретически есть такой вариант и вот мы видели что было уже предложение от двух партий совместно совместно группа сенаторов там три от 3 от консерваторов три от значит демократов значит они вот пришли с предложения там оставить полот половину вот и и оставить там там по-моему еще была такая идея чтобы не только оставить половину утратили но и пересмотреть правило там всех этих дел то есть как бы не в том виде как она есть а еще как-то тоже досмотреть пересмотреть я думаю что на самом деле если мы придем к к пересмотру правил лотереи в половинном объеме или там в полном объеме этой лотереи, то подавляющее большинство людей, которые сегодня в нее играют и надеются на выигрыш, просто не смогут реально ни на что надеяться, потому что они начнут отбирать людей по критериям, может быть, еще более сложным, чем, например, на рабочие визы. То есть на рабочую визу нужен работодатель, конечно, в этом сложность. Но при таком конкурсе можно отбирать людей с прекрасным английским, их будет достаточно, с прекрасным образованием, расхожей профессией, опытом работы и так далее. То есть это абсолютно может быть по критериям отбора ничуть не слабее, чем та же самая рабочая виза. Вот, так что, ну поглядим, да, поглядим. Поэтому все время возвращаемся, потому что мы хотим понять, какой довесок республиканцы дадут для того, чтобы пропустить вот эту даку. Потому что там идет три довеска. Первый – это строительство забора. Второе – это прекращение иммиграции семейной. Только оставить супругов и несовершеннолетних детей к родителям. И третье – это отмена лотереи Гринкард. Причем, когда мы слушаем президента Трампа и его советников, и вот тут вчера заместитель пресс-секретаря Белого дома давал разъяснение, там претензии к Трампу, что он толком не сказал, что он хочет. То есть он что-то говорит, мы там не позволим нас дурить там и так далее, но что он хочет конкретно, вот что он подпишет, он не говорит. Он как-то так абстрактно. Вот, поэтому и тот, объясняя, что имеет в виду Трамп, Радж его зовут, он такой индус, индиец, он говорил, что речь это о полной отмене Гринкард лотереи, то есть у них, не он один, то есть с республиканской стороны мы видим, как бы они не приемлют вариант там с половиной лотереи, половина туда, половина сюда, они этого не понимают. Только вот группа совместная из двух партий, вот она предлагала половину лотереи оставить, а вторую половину преобразовать, как бы в пользу африканских там стран. Вот, в общем, такая интересная картина. Смотрим, наблюдаем, счастливо, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова